Привет! Допустим, вы хотите научиться фотографировать. Какой путь лучше выбрать? Учиться самому, прочитывая книги, или посматривая YouTube? Или всё-таки потратить немного денег и пойти учиться в фотошколу? Казалось бы, вариант с фотошколой должен быть эффективней. Но так ли это на самом деле? Какие тут могут быть подводные камни и как их обойти? Давайте разбираться. Первый подводный камень – теория без практики. Самое главное преимущество обучения в фотошколе – это обратная связь от преподавателя. Если на занятиях даётся только теория, нет практики и разбора ваших ошибок, то толку от обучения в такой школе не будет никакого. С тем же успехом можно послушать всю теорию на YouTube или почитать книги. Как себя обезопасить? Перед тем, как записаться в фотошколу, почитайте отзывы не только о самой школе, но и о конкретном преподавателе, который должен будет вести занятия именно у вас. Не надейтесь на волю случая, что вам попадётся хороший учитель. Не всегда хороший фотограф – это хороший преподаватель. В некоторых фотошколах специально проводят пробные бесплатные уроки, чтобы вы могли познакомиться с преподавателем и понять, нравится он вам или нет. Он должен заряжать вас своей фотографической энергией, мотивировать вас. Кроме того, на пробном занятии вы сможете примерно оценить, насколько серьёзно организован процесс обучения в этой школе и сколько внимания будет уделяться практике и работе со студентами. Второй подводный камень – это когда вы переоцениваете свои возможности, а именно наличие у вас свободного времени для обучения. Пока вы будете учиться в фотошколе, нужно будет постоянно фотографировать, не только на занятии, но и вообще везде и всегда носить с собой фотоаппарат и выполнять домашние задания. Смысл фотошколы как раз и заключается в том, что преподаватель проверяет то, что вы снимаете, и даёт вам обратную связь. А если вы ничего не снимаете, то и проверять ему будет нечего. Я неоднократно наблюдал, как ученики стараются, но им просто не хватает времени и сил. Семья, работа, друзья – далеко не всем удаётся совмещать это всё с обучением фотографий. Так что адекватно рассчитывайте свои возможности. Третий подводный камень – это когда вы переоцениваете возможности фотошколы. Некоторые идут в фотошколу, чтобы переложить на кого-то ответственность за своё обучение. Они думают, что если записались на курсы, то на этом их миссия завершена, что можно просто ходить на занятия два раза в неделю и всему научиться. Но так не получится. В фотошколе нужно стараться не меньше, а может быть даже больше, чем при самостоятельном обучении. Ведь в школе информация будет вам даваться в концентрированном виде. И чтобы всё это усвоить за короткий срок, нужно потратить очень много сил и времени. Но так происходит в любой сфере. Сколько людей начинал учить иностранный язык, ходить в спортзал? Без старания ничего не получится. Какой можно сделать вывод? Есть ли толк от фотошкол? Если вы человек целеустремлённый и трудолюбивый, у вас есть мотивация, то вы можете научиться фотографировать самостоятельно и без фотошколы. Обучение в фотошколе просто сэкономит вам время. Но если вы не уверены, что у вас достаточно мотивации, чтобы полноценно заниматься фотографией, то будьте готовы к возможному разочарованию. Но если вам повезёт с преподавателем, то он сможет вас дополнительно мотивировать. Некоторые люди как раз идут в фотошколу именно за этой мотивацией. Но скажу честно, процент успешных выпускников фотошкол примерно такой же, как процент людей, доходивших свой годовой абонемент в спортзал. То есть таких людей очень немного. Но это не страшно. В конце концов, можно относиться к обучению в фотошколе как просто к приятному времяпрепровождению в компании единомышленников. Но с другой стороны, приятно провести время с пользой. Можно и на этом канале, например. Спасибо, что смотрите мои видео и пишите комментарии. Надеюсь, я помог вам принять правильное решение.